Самый частый вопрос, который взрослые задают детям, что вы сегодня кушали? Депутаты Чебоксарского городского собрания подошли к делу, как обычные родители и проверили качество питания в детских садах и школах столицы Чувашии. Как повлияла ценовая политика на детское питание вместе с народными избранниками, выясняла и наша съемочная группа. Стоимость питания сейчас у детей осталась прежней, но продукции, которые дети кушают, она уменьшилась. Продукты же подорожали. А какие продукты подорожали? И молочные продукты, и мясо подорожало. Мы вот ходили по магазину, мы смотрим, что молоко и творог, они не подорожали так сильно, чтобы уменьшился выход. Завтрак в первом лицее стоит 16 рублей, обед 40. Такая цена едина для всех учащихся. Меню составляет комбинат питания, который в свою очередь согласует его с Роспотребнадзором. Заведующая школа поделилась, что в связи с подорожанием отдельных продуктов пришлось урезать порции. К примеру, творожная запеканка на столе у младшего школьника сегодня весит 50 граммов вместо привычных 75. Подобная ситуация совершенно неприемлема, уверены народные избранники. Продукты хоть и подорожали, но не все и не настолько, чтобы сокращать порции на 20%. К тому же с поставщиком заключался контракт до конца учебного года. И повышение цен с его стороны в данном случае не санкционировано, отметила заместитель главы Чебоксар Ирина Клементьева. Несколько иная ситуация в 60-й школе. Стоимость питания здесь осталась неизменной. Однако порцию удалось сократить не на 20, а всего на 8%. Так или иначе, школу штрафует Роспотребнадзор за несоблюдение колоража продуктов. Даже незначительное уменьшение порции является грубым нарушением. В некоторых школах комбинаты довольно существенно изменили нормы порции. Это считаем, конечно, неправильным. Может быть, в качестве предложения будет рассмотрен вариант на будущие торги выставлять не только цену в контракте и количество, а еще и граммы. Может быть, даже пойдем следующим шагом, разработаем единое меню для всех школьников и для всех школ. И, согласно этому меню, будет поступать уже комбинаты школьного питания, заключать контракты и поставлять обеды. В справедливости ради стоит отметить, что на питании в детских садах повышение цен не отразилось. Порции не уменьшили. Четырехразовое питание в детских садах города не превышает 90 рублей в день. Питание такое же, цены у нас такие же остались. Мы сравниваем с ценами на сайте Айк Агроинноваций. Нет, самый главный выход продукты изменился. Ребенок сколько потреблял, столько получает. Ирина Клементьева отметила, что подобные рейды будут проводиться регулярно. А поставщики продуктов питания будут приглашены на комиссию, в ходе которой будет принято единое решение по сложившейся ситуации. Просто повысить сумму расходов это слишком легко, поэтому будем требовать и от тех, кто выиграли конкурсы, принятие своих каких-то решений. И сами точно так же будем идти навстречу. И совместное обсуждение позволит найти такое решение, когда дети наши ни в чем не ограничиваются в питании. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.